Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня будет обзор на довольно интересную модельку фонаря производства Armitech Predator Pro. А если быть точнее, это готовое решение для максимально эффективного использования на охоте. Набор включает в себя дальнобойный тактический фонарь Predator Pro с магнитной зарядкой и множеством аксессуаров к нему, о которых мы поговорим далее. Из интересных особенностей, которые о фонаре заявляет производитель, это фонарь обладает максимальной яркостью свечения в 1500 люмен при заявленной дальности свечения в 501 метр. В данном случае белый свет. Питается от аккумулятора формата 18650 емкостью на 3500 мАч. Забегая вперед, скажу, что также запасной, то есть второй аккумулятор, идет в комплекте. А также по традиции фонарь оснащен магнитной зарядкой. Ну а далее обо всем подробнее. Поехали! По традиции начнем с того, как поставляется и чем комплектуется данный фонарик. И это один из важных моментов в обзоре, ведь основной фишкой здесь является тот момент, что фонарь поставляется в наборе. А именно вот в таком симпатичном пластиковом кейсе, на лицевой стороне которого мы сразу можем видеть изображение фонаря, его основные особенности и краткий перечень комплектации. Что касается комплектации Armitec Predator Pro Extended Set. Сюда входит непосредственно сам фонарь. К слову, тело фонаря достаточно тонкое, а вот голова уже впечатляет по размерам. Два аккумулятора формата 18650 на 3500 мАч. Один из которых идет в наборе, а второй уже предустановлен в сам фонарь. Далее два цветных фильтра, красный и зеленый. Магнитная выносная кнопка MRS-01 с креплением и липучкой фиксации. Магнитное подствольное крепление AWM-03. Сетевой адаптер, в простонародье зарядка. Стальная клипса плюс два запасных уплотнительных колечка. Магнитное зарядное устройство AMC-03. По традиции темлячок на запястье. Нейлоновый чехол. К слову, сделанный очень качественно, никаких ниток не торчит. Застегивается на велкро, а с обратной стороны имеет вот такой усиленный подвес и проушину для крепления его на пояс и разгрузку смоля. Силиконовый грипп-упор. И последнее, это подробная инструкция и гарантийный талон. Что тут сказать, как по мне, достаточно богатый набор. Да, и еще один момент. Дополнительно я заказал вот такое крепление на планку вивера с выносом влево или вправо. Собственно, зачем, вы можете спросить. Да все просто. Дело в том, что комплектное крепление магнитное. Соответственно, оно крепится под ствол. Ствол логично металлический. А я же хочу установить данный фонарь на арбалет. На котором, по сути, это из металлических деталей только направляющая. А вот снизу на арбалете у меня есть планка вивера, на которую мы сегодня и установим фонарь, благодаря дополнительному укреплению. Дальше переходим непосредственно к самому фонарю. Корпус выполнен из авиационного алюминия 6061Т6. Имеет глубокое матовое надирование, что обеспечивает хороший хват даже без накатки. Фонарь разбирается на три части. То есть, получается у нас голова, тело и хвостокрышка. В соединениях установлены по два уплотнительных колечка с каждой стороны. Плюс, как я говорил, запасные два идут в комплекте. И очень-очень много силиконовой смазки. Это только за плюс. Тут же мы можем видеть уже установленный аккумулятор формата 18650 на 3500 мАч. К слову, полное время зарядки составляет 3 часа 40 минут. В голове и хвостокрышке установлены пружины. Драйвер размещен в усиленной капсуле с защитным компаундом. По заявлениям производителя, выдерживает отдачу оружия любого калибра. Рефлектор гладкий диод KRI XHP35. Закаленное стекло с просветляющим покрытием. Глубоко утоплено в корпус. Безель хорошо защищает стекло от возможных ударов. Имеет черное матовое титановое небликующее покрытие. Стальная ударная кромка также имеет небольшие зубцы, которых достаточно, чтобы можно было увидеть, горит ли свет, стоя на голове. Кнопка управления прорезиненная, расположенная хвостокрышке. Бесшумная и выпуклая для быстрой активации фонаря, к примеру, ладонью. Боковых защитных наплывов не имеет. Что касается размеров данного фонарика. Общая длина 160 мм. Диаметр головы 41 мм. Диаметр тела 25,5 мм. Вес без аккумулятора 136 грамм. А с аккумулятором 183 грамма. По заявлениям производителей, фонарик имеет полную защиту от воды, грязи и пыли по стандарту IP68. Фонарь продолжает работать даже на глубине 25 метров до 5 часов. Выдерживает падение с высоты до 25 метров. К слову, магнитный порт также водонеприцаем и защищен. Немного о зарядном устройстве. Помимо того, что зарядка у нас магнитная, так она еще и имеет индикацию. Красный цвет означает, что идет зарядка. С зеленой зарядка завершена. Оранжевое выходное напряжение USB источника питания слишком низкое. Зарядный ток снижен. Такое обычно бывает, когда вы пытаетесь зарядить фонарь от, допустим, ПК, то есть ноутбука или компьютера. Управление фонарем. По умолчанию в фонаре два типа управления. Это охотничий и тактический. Охотничий это 5 режимов свечения с возможностью настройки оптимального дополнительного режима. Тактический 4 режима свечения плюс быстрое переключение между режимами плюс моментальный доступ к тробоскопу. Для переключения между двумя типами управления нужно открутить и закрутить голову включенного фонаря не менее 10 раз с паузами не более 1 секунды. Охотничий тип. Голова закручена. Полунажатие или полное нажатие. Турбо режим. Перебор режимов. Приоткручиваем голову на 1 восьмую полунажатием, перебираем режимы, полным нажатием выбираем нужный нам режим. Изначально тробоскоп в охотничьем типе не активен. Чтобы его активировать или отключить, нужно не менее 20 раз включить фонарь полунажатиями с паузами не более 1 секунды и последнее нажатие должно быть до щелчка. После чего фонарь моргнет один раз. Тактический тип. Голова закручена. Полунажатие или полное нажатие аналогично турбо режим. Откручиваем голову на 1 восьмую и получаем доступ к быстрому стробоскопу. Честно говоря, в тактическом режиме есть еще более тонкая настройка стробоскопа. Также можно выбирать режимы между турбо и базовыми. А для предотвращения случайного включения фонаря можно открутить хвостокрышку на 1 четвертую. Далее для общего понимания пробежимся по режимам свечения и яркости. Armitech Predator Pro имеет максимальную яркость в турбо режиме 1500 люмен. Через 3 минуты сбрасывает до 700 люмен. После работает 1 час 33 минуты. Базовый 3 это 300 люмен, который работает 5 часов 13 минут. Базовый 2 это 120 люмен, работает 12 часов 20 минут. Базовый 1 40 люмен, работает 32 часа. Стробоскоп 2 полторы тысячи люмен. Стробоскоп 1 120 люмен. К слову, стабилизация яркости у нас полная. Фонарь с узким направленным лучом света. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на расстоянии до полукилометра. Идеален же он для использования на дистанции от 100 до 300 метров. Фонарь очень дальнобойный, при этом диаметр пятна света составляет всего 9 метров на расстоянии 100 метров. Ну, я думаю, на тестах все будет прекрасно видно и понятно. Так, ну что, друзья, будем устанавливать крепление на наш фонарь и потом уже монтировать его на арбалет. Дело в том, что здесь крепление, главное не промахнуться, ставить именно сюда. Иначе у нас не будет поворачиваться голова, потому что она отвечает за управление. И здесь не переборщить, потому что здесь у нас хвостокрышка. То есть, должно быть вот в этом промежуточке установлено оно. Ну, я думаю, видно. Берем верхнюю часть, соединяем. И закручиваем. Есть комплектный ключ, есть у меня ключ, но таким, кстати, быстрее даже получается. Погнали. Немного ускорю, чтобы не затягивать видео. Вот и все. Наш фонарик зафиксирован. Здесь нам ключик даже не понадобится, все руками затягивается. Ну что, приступаем к установке на арбалет. Так, друзья, что касается выносной кнопки. Я ее на арбалет не буду приклеивать, потому что, ну, здесь есть различные крепления. То есть, на велкро, то есть, вот можете посмотреть, клейкая основа. То есть, берется кнопка, приклеивается, соответственно, сюда и на наше устройство, смотря где мы будем его использовать. Есть вот такие вот крепления. Но это все не нужно, по крайней мере, мне в данный момент. Поэтому вам для наглядности покажу так. В общем, смотрите. Вот она, наша уносная кнопка. Так она выглядит. Здесь две кнопки. Одеваем кнопку. Она магнитная, то есть, она легко, как говорится, сцепляется. И вот это уже сам вынос. То есть, мы крепим куда нам нужно. То есть, хоть сюда, хоть сюда, хоть сюда. Ну, обычно ее крепят под указательный палец. То есть, включили, выключили, чтобы было удобно. Можно также вывести ее обратно. То есть, шнур это позволяет на другую сторону. В общем, в любые положения. На арбалет это не совсем, возможно, удобно. Тут надо немного переделать конструкцию. Я поэтому сейчас не приклеиваю сюда ничего. Потому что у меня обычно здесь стоят еще сошки. Дополнительное, так скажем, цевьё. Вот, для удобства стрельбы. Ну, и фонарик здесь немного будет лишний. Я, возможно, здесь потом все переделаю. Посмотрим, как все организую. И уже оставлю фонарик. Так или иначе, фонарь отлично работает. Вот наша кнопка. Давайте сейчас я сюда выведу. И вот здесь вот мы увидим. Вот кнопка. Вот фонарь. Все прекрасно работает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok